Гонка вооружений между СССР и США В прямом эфире гибель семи человек и шедевр инженерные мысли Шаттла Челленджер Сегодня мы вспомним историю крушения космического корабля, в которой нашлось место безалаберности, простому невезению и фатальной мысли авось принесет С вами Военная Техника 2 и мы вновь отвечаем на главный вопрос о том, как это было на самом деле Многоразовый транспортный космический корабль Челленджер, бросающий вызов Был построен в 1982 году по американской программе Space Transportation System, более известный как Space Shuttle, космический челнок Шаттл был назван в честь британского военно-морского судна, на котором в 1870-х годах Была проведена первая комплексная океанографическая экспедиция Конструктивно Шаттл состоял из трех основных компонентов Орбитального аппарата, Арбитра, который выводился на околоземную орбиту И являлся космическим кораблем, большого внешнего топливного бака и двух твердотопливных ракетных ускорителей Которые работали в течение двух минут после старта После выхода в космос Арбитр самостоятельно возвращался на Землю и совершал посадку как самолет на взлетно-посадочную полосу Твердотопливные ускорители приводнялись на парашютах, а затем использовались вновь Внешний топливный бак сгорал в атмосфере 4 апреля 1983 года Челленджер совершил свой первый полет в космос Всего космический челнок выполнил 9 успешных миссий 10-й старт в январе 1986 года стал для Челленджера последним Полет был рассчитан на 6 дней Экипажу предстояло запустить в космос спутник связи, а также научный аппарат Спартан Для наблюдения кометы Галлея, который после двух суток автономной работы планировалось забрать и вернуть на Землю Астронавты также должны были провести несколько экспериментов на борту корабля В состав экипажа входили командир корабля Фрэнсис Скоби, пилот Майкл Смит, три научных специалиста Джудит Резник, Рональд МакНейр, Элисон Анидзука Два специалиста по полезной нагрузке Грегори Джарвис и Шарон Кристи МакКоллев МакКоллев была первой учительницей Для нее это был первый полет в космос В качестве первого участника проекта НАСА Учитель в космосе Teacher in Space Project Она должна была провести два урока в прямом эфире Экспедиция космического корабля Challenger, носившая кодовый номер STS-51L, неоднократно откладывалась Первоначально запуск был запланирован на июль 1985 года Затем его перенесли на ноябрь 1985 года Позже он был отложен на конец января 1986 года Старт был назначен на 22 января 1986 года Но неоднократно откладывался из-за технических проблем и неблагоприятных погодных условий В итоге его запланировали на 28 января В ночь на 28 января температура воздуха опустилась ниже нуля Это вызвало серьезное беспокойство у руководителя фирмы Занимавшейся разработкой твердотопливных ускорителей для шаттла Дело в том, что конструктивно каждый твердотопливный ускоритель Состоит из нескольких секций Герметичность соединений которых обеспечивается мощными уплотнительными кольцами И специальным герметиком При низких температурах материал межсекционных уплотнителей терял свою эластичность И мог не обеспечить в местах стыка, секции герметичность И предохранение соединения от воздействия горячих газообразных продуктов сгорания Руководители фирмы доложили о своих опасениях в НАСА Но неполадки в ускорителях возникали и при других полетах Поэтому запуск не отменили Утром 28 января все конструкции стартового комплекса были покрыты ледяной коркой Поэтому время старта немного отложили Ждали пока лед растает 28 января 1986 года в 11 часов и 38 минут по восточному поездному времени Челленджер стартовал От взлета до того, как установленная на борту шаттла контрольно-измерительная аппаратура перестала подавать на землю электронные импульсы Казалось, что полет проходил нормально На 57 секунде полета центр управления сообщил Двигатели работают с полной нагрузкой Все системы функционируют удовлетворительно Голосовая связь с экипажем работала Никаких аварийных сигналов из кабины экипажа не поступало Первые признаки катастрофы отметили не приборы, а телевизионные камеры Через 73 секунды после старта на экране радиолокатора Отчетливо обозначались траектории падавших в море многочисленных обломков И дежурный служащий НАСА констатировал Корабль взорвался На Челленджере произошел взрыв внешнего топливного бака После которого из-за сильных аэродинамических нагрузок произошло разрушение орбитального аппарата Два твердотопливных ракетных ускорителя, которые вылетели из огненного шара Продолжали полет до тех пор, пока им не была дана с земли команда на самоуничтожение Последующий анализ видеозаписи и телеметрических данных показал Что сразу же после старта появилась струя серого дыма Бьющая из кормового стыка правого твердотопливного ускорителя Чем большую скорость набирал шаттл, тем больше и темнее становились струи дыма Дым стал черного цвета, что свидетельствовало о разрушении изоляции узла и уплотнительных колец Герметизирующих узлы На 59 секунде полета в том месте, где из ускорителя пробивался дым, появилось небольшое пламя Затем оно начало расти Воздушный поток направлял языки пламени на обшивку внешнего топливного бака И на крепление ускорителя к нему Внутри топливный бак был разделен на двое толстой перегородкой По одной ее стороне находился сжиженный водород, по другую сжиженный кислород Вместе они образовывали горючую смесь, питающую двигатель Челленджера На 65 секунде произошло повреждение топливного бака Из него стал вытекать жидкий водород На 73 секунде полета произошел срыв нижнего крепления ускорителя Он повернулся вокруг верхнего крепления и повредил нижнюю часть топливного бака Находившийся там жидкий кислород стал вытекать наружу, где смешался с водородом После этого произошел взрыв топливного бака В это время Челленджер проходил зону максимального аэродинамического давления Из-за перегрузок он распался на несколько крупных частей Одной из них была носовая часть фюзеляжа, где были астронавты Остатки шаттла упали в Атлантический океан В результате поисково-спасательной операции со дна океана были подняты многие фрагменты корабля В том числе и отсек экипажа Выяснилось, что некоторые астронавты пережили разрушение арбитра и были в сознании Ими были включены персональные приборы подачи воздуха Так как эти приборы подают воздух не под давлением, то в случае разгерметизации кабины экипаж вскоре потерял сознание Астронавты не могли пережить удары жилого отсека о водную поверхность на скорости 333 км в час Когда перегрузка достигала 200 G Комиссия, расследовавшая катастрофу, назвала основной причиной приведчик трагедии Неисправность кольцевого уплотнителя твердотопливного ускорителя Из-за прогара кольцевого уплотнения, не обеспечившего необходимую герметичность стыка в условиях низких температур Произошел прорыв горячих газов Развитие прогара началось сразу же после зажигания твердотопливного ускорителя на старте При расследовании катастрофы инженеры НАСА обнаружили еще несколько проблем, которые могли привести к неприятностям Поэтому остальные шаттлы были доработаны Наиболее важным изменением была разработка нового соединения сегментов ускорителя с тремя уплотняющими кольцами и более эффективным креплением Кроме того, были введены новые методы извещений, которые поощряли служащих обращаться к высшему руководству, если они считали, что существует угроза безопасности полета Запуски Челноков возобновились лишь спустя два с половиной года На смену Челленджер был построен Эндевор По иронии судьбы, на нем в космос летала Барбара Морган Еще одна школьная учительница, которая была дублером погибшей Кристы МакОллиф В роковой миссии Челленджер Доработки позволили без проблем использовать шаттл до 2003 года Когда при завершении своего 28-го полета разрушился Коламбия С тех пор Челленджер эксплуатировались лишь 8 лет, до 21 июля 2011 года Когда Атлантис вернулся на Землю Суммарно в рамках программы было совершено 135 запусков, из которых 133 оказались удачными Уцелевшие Эндевор, Дискавери и Атлантис сейчас хранятся в музеях и научных центрах США А наш сегодняшний выпуск подходит к концу С вами была Войная техника 2 Всего вам доброго Увидимся в следующем выпуске на канале Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин